Принять участие в субботнике, рассортировать мусор и не просто по пакетам, а на скорость, прийти в Центр помощи животным-волонтёрам – всё это об устюжанах, которым не безразличны вопросы сохранения окружающей среды. Направлены на это и областные конкурсы, которые проводились в течение всего 2022 года. Наши устюжане очень активно приняли участие во всех конкурсах, чему мы очень рады, потому что активность в каждой номинации, в каждого конкурса просто зашкаливает. И ребята молодцы, и преподаватели, и педагоги, которые подготовили с ребятами такие интересные работы по достоинству, оценена Департаментом природных ресурсов и Обществом охраны природы. В областном смотре конкурсе на лучший проект программу по экологическому воспитанию в образовательных учреждениях Вологодской области стала группа педагогов, авторы программы «Эколяндия детского сада номер 4». Лучший мультфильм на природоохранную тематику у праховой Анастасии из детского сада «Пчёлка». В региональном конкурсе команд волонтёров «Протяни природе, руку помощи» сразу два победителя – волонтёрское объединение «Красавина. Наш чистый край» и волонтёрский отряд «Связа.актив». Я тоже стараюсь своим детям привить, чтобы они старались себя вести аккуратно на улице, не разбрасывали бумажки, как-то берегли природу животным, тоже относились со страданием. Это главное, думаю, в первую очередь это всё с семьей идёт. Команда школы номер 11 стала обладателем гран-при областного фестиваля детских экологических театров «В гармонии с природой». И в следующем году фестиваль пройдёт в Великом Устюге. Наталья Ивашевская, Елена Павлова, Антон Карев, телеканал «Русский Север».